Доклад посвящен переводу текста Джи Цанкапы, Санкье, Лени Гухья Самаджи, Традиции Ташил Хумпо. Сразу замечу, что, конечно, подобный доклад в рамках этой конференции это, несомненно, несколько рискованный доклад. Поскольку тема тантры всегда была довольно сложной. Тем не менее, мне показалось, что об этом говорить нужно. И так показалось, вероятно, не только мне. Завтра будет не менее интересный доклад Михаила Елинского. Он посвящен одному из комментариев тантры Гухья Самаджи. Поэтому, я думаю, как-то даже каким-то образом наши доклады не связаны. Текст, о котором пойдет речь, называется «Обращение к гуру линии преемственности славного Гухья Самаджи и садхана самопорождения в соответствии с традицией Ташил Хумпо». Считается, что для того, чтобы изучать такого рода серьезные тексты, конечно же, необходима особая передача, посвящение. Однако, в наше время, к сожалению, такие тексты переводятся, может быть, меньше, чем хотелось бы. И поэтому мне подумалось, что, наверное, рассказать вообще о существовании такого перевода это не будет излишним, принесет определенную пользу. Хотя мы, конечно, коснемся, скорее, таких общих вопросов, не углубляясь совсем уж, так сказать, в какие-то детали. И, поскольку, как я сказала, для этого нужна передача, у кого она есть, конечно же, я думаю, что этот текст в самом обозримом будущем можно будет с ним посмотреть его, ознакомиться с ним, потому что он будет напечатан. Вот в нашем издательстве будет харма. Сумбумы, джетсанкапы, в частности, хранятся в Институте Восточных Рукописей Академии Наук, где я раньше работала, имела такое счастье. И, готовясь к докладу, к одной из предыдущих конференций, доклад был посвящен творчеству Акушераба, который является последователем джетсанкапы, я попыталась посчитать, а сколько же действительно в Институте Восточных Рукописей собрание, которого считается одним из самых крупных в мире наряду с тибетскими собраниями Улан-Батора, Лондона, Парижа, а сколько же там хранится действительно произведений того же самого Акушераба и его, можно сказать, учителя, джетсанкапы. Так вот выяснилось, что сумбумы джетсанкапы, они самые многочисленные. То есть среди 140 тысяч единиц хранения Тибетского фонда Института Восточных Рукописей сочинение джетсанкапы — это приблизительно 4,5%. То есть это действительно очень много. И связано это, конечно, с тем, что произведения джетсанкапы входят в учебные программы большинства монастырей буддийских, современных. В общем-то, картина не изменилась до сих пор. И как раз вот этот текст, о котором пойдет речь, текст Лени Гухи Самаджи, «Традиции Ташилхумпо», он как раз вот и входит во многие сумбумы джетсанкапы. Сверяя разные варианты этого текста, я обнаружила, что, пожалуй, одним из наиболее точных списков является текст из так называемого собрания Бадзара. Барадина, который был привезен в 1908 году. Он был привезен в Россию после того, как Бадзар Барадевич Барадин вернулся из путешествия в монастырь Лавран, где эти сумбумы были отпечатаны, во-первых, по его заказу, а во-вторых, при его непосредственном участии. И, возможно, это стало причиной того, почему эти ксилографы, хотя они и были отпечатаны на довольно-таки простой бумаге, тем не менее они оказались довольно-таки точны. и во время печати удалось избежать массы всяких опечаток, которые обязательно, конечно же, встречаются. И вот то, что говорил Евгений, конечно, если потом сравнивать разные варианты таких текстов, то тут, конечно, такие вот всякие нестыковки, они могут быть обнаружены. В тех текстах, которые я изучала, там даже, вы знаете, там не было даже пропусков. То есть бывает такое, что, знаете, если какие-то очень обширные такие сумбумы, бывает, что какая-то страница, допустим, выпадает, какие-то такие совсем встречаются неприятные опечатки, которые не были замечены. А вот в этих текстах я этого не нашла. И мне кажется, что это как раз заслуга Бадзера Барайдевича Барайдина, который, кстати говоря, после своего путешествия даже был удостоен одной из высших наград географического общества, а именно премии Прижевальского. Барайдин, как вы, наверное, помните, был учеником Альденбурга, Щербатского. Он долгое время обучался в буддийских монастырях и был знатоком не только тибетского и санскрита, что как раз, как мне кажется, и помогло ему так вот довольно-таки успешно проконтролировать процесс печати и избежать ряда серьезных ошибок. В Институте восточных рукописей Академии наук в Санкт-Петербурге хранятся некоторые произведения как раз в Сумбумах, которых больше, собственно, может нигде не быть, скажем так. То есть, а может быть, они где-то есть, но мы в этом пока не знаем. И вот как раз некоторое время назад был подготовлен электронный каталог, который готовили тибетцы на протяжении 12 лет. И, по-моему, даже на прошлом заседании я видела одного из участников этого проекта, одного англа. Сегодня чего-то я его не вижу. И он как раз взял на себя подготовку значительной части этого каталога, в котором, в частности, очень подробно представлены Сумбумы Джи Цанкапы, а также разные варианты того текста, о котором мы сегодня с вами поговорим. Упомянутый текст на русский язык впервые был переведен в 2008 году Ириной Долженко. Это ученица Багдагагена IX, которая впоследствии получила духовное имя Тензин Нарзум. И, собственно, вот такая рабочая версия перевода этого текста была подготовлена в 2008 году. Предполагалось, что этот, скажем так, черновик будет редактироваться в дальнейшем. Однако в силу ряда технических причин данная редактура так и не была сделана. И, собственно, вот этот текст, он так и остался в электронном виде, в виде такой вот рабочей версии. Кроме того, существует перевод Weisshar, Гюнтер — это ученица Дагябремпач, это перевод на немецкий язык. Довольно-таки точный, вполне, по-моему, с моей точки зрения удачный перевод. И есть еще перевод не этого текста, но текста, у которого есть многочисленные параллели. Этот текст также относится к ленингу Хи-Самаджи, однако написан в другой традиции, традиции Гюме. И там, соответственно, несмотря на многочисленные параллели, тем не менее, там есть много вставок, которые отличаются от этого списка. Однако все эти переводы, они, конечно, оказались полезны. И после того, как этот текст уже был переведен, вот этот перевод, о котором я сейчас говорю, собственно, это такой новый перевод, скажем так. Однако сверка с вот этими всеми упомянутыми текстами она также была произведена. Неоценимую помощь оказал Дагья Примпоче, который помог устранить целый ряд ошибок, развеять сомнения касательно некоторых трудных мест, о которых я потом еще хотела бы поговорить немножко. Ну, говоря о таком тексте, наверное, разумно задать вопрос, собственно, с каких позиций, с какой точки зрения мы будем его рассматривать. И поскольку вот этот доклад делается в рамках научной конференции, хотя практически, тем не менее, я предлагаю его рассматривать, скорее, с точки зрения исторического источника, источника по истории или неприемственности Гухья Самаджи. И памятуя о вчерашнем докладе Вадима Рагимова, я, наверное, пользуюсь возможностью, я попытаюсь озвучить некоторые фрагменты перевода, которые, ну, носят такой вот эти фрагменты, они носят такой, скорее, общий какой-то характер, то есть они не касаются каких-то глубинных моментов практики, а скорее связаны как раз вот с историей или неприемственности Гухья Самаджи, какие-то обращения, некоторые восхваления, ну, вот что-то в таком духе, чтобы как-то, может быть, привлечь внимание к этому изумительному, на мой взгляд, тексту. Как говорится в комментарии, коренная тантра Гухья Самаджи состоит из 33 тысяч разделов, каждая из которых оканчивается на один из 33 гласных или согласных слогов. Коренная и разъяснительная тантра Гухья Самаджи суть превосходный сосуд всех разделов сутры в 84 тысяч дхармасканх. К ним относятся следующие разделы. Раздел четырех посвящений Абхишеки, раздел трех видов обетов, раздел четырех видов ваджры обычного приближения, стадии зарождения, а также раздел шести ветвей практики высшего приближения. Пятое — это раздел пяти глубинных стадий, шестое — раздел трех видов поведения, стадии завершения. Текст, о котором пойдет речь, открывается предварительной частью, а точнее гуру-йогой. Позволю себе озвучить фрагмент. Намагуру Манджигаша, прекрасный и драгоценный коренной учитель, воссять на лотосе моего сердца, одари заботой и добротой, не спошли ситхи тела, речи ума. Обращаюсь с молитвой к достославному Лапсангдагпе, совершенному наставнику, сущностью Сутраяна и Тантраяна, держателю всей святой дхармы победоносному. Высший предводитель, созерцая жизнь, подобную пузырю на воде и лишенную сути, словно пустой тростник, сансару, направляешь к освобождению всех существ. Преподаю к стопам досточтимого гуру, к тебе обращаюсь с молитвой. Преподаю к стопам всеведущего, чей ум подобен высшему плоду древа Бодхичитты, напоенному влагой любви, пророщенному в почве равностности и взлелеенному из бесчисленных семян сострадания. К тебе, являющему обычный облик ограниченному уму, к тебе, чье тело суть всесовершенная мандала тридцати двух божеств, пяти семейств с четырьмя агати, к тебе, успонтанно вершащий благо других, преподаю с мольбой. Преподаю к стопам всеохватного владыки Ваджрадары, твердони мандалы, обители, обитателей, испускающего несчетные эманации ради блага скитальцев, вершащего в аджаную самаю союза нераздельности. Преподаю к стопам сына победоносных Ладро Ренчену Гухьяпати, праведному владыке Десятой Пхуми, совершенно исполняющему благо скитальцев, рассекающему узы умопостроений и объектов цепляния. Преподаю к стопам владыки Нагарджуны, яснозрящему океан изречений Будды и взаимозависимость. К тебе, свободному от любых крайностей, достигшему высшего состояния восьми достоинств всемогущества, обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам Матангипы, аскету, снискавшему высшие ситхи на великом кладбище Бегара, к сердечному сыну Ачарьи Нагарджуны, обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам Тилопа Параджнябхадры, посвятившему себя тысячи Буд и снискавшему благословение досточтимой в израёгине, к ушедшему в суххавате обладателю несравненных ситхи, обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам Наратапы, чье рождение в Восточном Граде было предсказано дакними, к исполнителю трудных деяний Аскезы, снискавшему самадхи постижение иллюзорности, обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам переводчика Марпы, получившему благословение сотен учителей страны святых. К йогину, необыкновенной реализации и учёности, преодолевшему океан разделов тайной мантры, преподаю с мольбой. Преподаю к стопам преуспевшего на пути Будды Вангидорджи, чей ум привело к созреванию истинное посвящение. К Вангидорджи, следующему глубинным путём важной йоги, обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам Гепа Кирти, преодолевшему бескрайний океан наставлений. К мастеру иллюзорных освобождений, воочию узревшему чистые земли победоносных, обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам Санамаринчена из Джаганга, сосуду удивительных достоинств, чей тайный орган сокрыт, словно узкакуна. К обладателю уж нишу и других признаков обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам Цу Тимакьяба, постигшего все сутры и тантры без исключения. К владыке нерушимой устойчивости стадии зарождения, воочию узревшему Божеств Мандалы, обращаюсь с мольбой. Преподаю к стопам Пакпакьяба и Стангпе, преисполненному добродетели. К тебе, в силу практики, пути пяти уровней, завершившему медитацию важного начитывания и ветров силы, обращаюсь с мольбой. К стопам Шону Ода из Сердинга, к ладезю наставлений двух тантр, тантре о трех иллюзиях, распознавания Бардо и тантре вхождения в чистые земли или иное тело в силу переноса сознания быстроногой послании Цедакине, обращаюсь с мольбой. Ну и так далее. Тут еще шесть стров. Это вот как раз был пример перевода обращения к учителям линии преемственности. Если мы посмотрим внимательно, то мы как раз всю эту линию преемственности здесь и увидим. Хотя тут есть, конечно, специфические термины, которые обычно мы выносим в примечания, в частности, например, когда идет речь о ладрой ренчине, гухьяпатии, гухьяпатии в квадратных скобках, потому что это подразумевается. Здесь есть такое словосочетание, эпитет. где ладрой ренчин, гухьяпатия, называется растекающим узы умопостроений и объектов цепляния. Здесь, в общем, я пытаюсь сказать, что на самом деле, если мы сделаем разбор даже этого фрагмента, то мы увидим, что очень многие словосочетания нуждаются в дополнительном комментировании, в дополнительных объяснениях. И вот в том тексте, который будет в обозримом будущем напечатан, все эти объяснения, в частности, объяснения Дагяба Римпоче и Ешела Доримпоче, все они будут вынесены в подсрочные примечания. Это все можно будет посмотреть. Там будет и тибетский, и санскрит, и, соответственно, объяснение на русском, как это следует понимать, какие-то некоторые трудные места. После обращения к линии преемственности, которая здесь приведена более чем подробно, следуют такие строки, к трём великим всеведущим, зрящим и всё познаваемой оставили санкьёмпе, к головному украшению знающих и реализованных, к трём истинным проводникам скитальцев и свободному от заблуждений и познания самдубкицы, обращаясь с мольбой. Ну и далее, до строк, обращаясь с мольбой к наванклапсанктэнзинге, отцову несравненному сердечному ученику превосходной традиции победоносных, владыке речи и ума с телом, вмещающим океан вуд, даруйте мне два вида ситхи. Так вот, вот этот фрагмент около десяти строк — это как раз такая вот вставка. И таких вставок в этом тексте довольно-таки много. Именно благодаря этим вставкам мы можем различить различные списки, списки разных монастырей. Допустим, монастырь Ташилхумпо, как здесь, или монастырь Гюме. Как в тексте, который был переведен Юрием Спиридоновым, моим коллегой. Этот фрагмент можно атрибутировать как слова всеведущего джитсуна Джэмпэлна Вангалапсанка и Шэтэнзингиотсо. И, собственно, в общем, такую информацию мы можем найти из некоторых комментариев. Далее у нас идет еще одна вставка. «Верша неблагоя и довольствуясь содеянным, пребывал во власти омрачений. От всего сердца и предликом защитников раскаиваюсь во всех злодеяниях. Досточтимые коренные учителя и учителя непреемственности, молю бы, благословите поток моего ума. Сев на корабль двух глубинных ступеней, да выйду я в океан всеведущей мудрости». Это уже вставка, которая приписывается Геоцаптер Маринчану. И, собственно, таких вот вставок в этом тексте довольно много. И, наверное, самыми многочисленными вставками являются фрагменты, которые приписываются по бункерам Пача. Это, наверное, такая характерная, особенность вообще вот данного списка. Тут очень много вставок по бункерам Пача. И в тексте они все будут помечены такими кавычками, ну и будут стоять внизу сноска, что этот фрагмент, он вот относится вот к... принадлежит Перу по бункерам Пача. Далее следует ряд разделов. это «Самопорождение», «Благословение вашей колокольчика», чисто такие тантрические. Вот уже темы начинаются у нас. «Благословение субстанции внутреннего подношения, подношение защитников, подношение тарма, стражам сторон света, которые тоже тут подробно описываются, «Благословение языка», подношение четырех видов воды. И далее вот такой вот фрагмент, которым... фрагмент, посвященный стражам сторон света и защитникам. Дело в том, что вот в подобного рода текстах иногда встречаются такие фрагменты, которые особенно трудны для перевода, поскольку язык, которым могут быть написаны эти фрагменты, он сильно отличается от того языка, который был, допустим, ранее в том же самом тексте. И здесь, наверное, можно вспомнить такой вот иносказательный язык, дайки его еще называют, или же можно вспомнить различные уровни смыслов такого рода текстов, о которых, например, подробно рассказывал его святейшество Далай-Лама. Так вот, я хотела бы привести просто такой пример. Я не буду зачитывать весь фрагмент. Просто скажу в двух словах. Дело в том, что в этом фрагменте фрагмент посвящен защитникам, стражам, сторон света. Если мы начнем читать по-тибетски, сейчас, к сожалению, тибетский текст у меня далеко, я просто так коротко обозначу этот момент. Если мы начнем читать по-тибетски, то у нас получится, что в одном из абзацев у нас начинается перечисление каких-то существительных, которые носят такой немного негативный оттенок, в частности неведение, проступок, страсть. Далее следует ваджра почему-то. Потом идут опять идут хармы недвойственных мудрости и так далее. и сталкиваясь с такого рода фрагментами, конечно, что делает переводчик, он пытается каким-то образом эти слова соединить и могут появляться самые разные вариации такого рода попыток. однако конечно здесь это те места, которые обязательно нужно как-то прояснять и, наверное, кроме комментария соответствующего или устного объяснения учителя сведущего в таких вопросах, наверное, ничего больше помочь не сможет. Потому что, например, согласно объяснению Дагиаба-Римпачи, здесь имеется в виду не просто какие-то характеристики, а этот фрагмент посвящен обращению к защитникам. То есть в данном случае, поскольку в конце стоит глагол, который переводим как «простираюсь», то это можно перевести следующим образом. Естественно, все имена защитников у нас будут в квадратных скобках, потому что в оригинальном тексте у нас представлены только существительные, обозначающие какие-то характеристики. И за каждым таким существительным кроется совершенно конкретный защитник. Например, то есть это будет не просто неведение, проступок, страсть, ваджра, просто через запятую, например, «простираюсь перед мирным Вайрачаной и гневным Ямантакой неведение, мирным Аратна Самхавой и гневным Праджнянтой проступка, мирным Амитабхой и гневным Хайагривой страсти, мирным Амагаситхи и гневным Викнантой ваджры, чья суть подобна дхармам недвойственных мудростей и великого блаженства». И так далее. Вслед за обращением к защитникам идет принятие прибежища, которое в данном тексте можно перевести следующим образом. Позволю себя зачитать. «Неизменно принимаю прибежище в сугатах с умом истинного сострадания, безграничного метода и незамутненного всеведения, подобного восходу молодой луны. Неизменно принимаю прибежище в святой дхарме, безусловном освобождении от всех концепций, основе совершенства всех бодхисаттв, сущности единовкусия всех феноменов. Неизменно принимаю прибежище в собрании владык практики йоги, освободившихся от пут, обладающих величием бодхичитты, высшего сострадания, достигших ступени прамудита и других пхуми. В силу благого намерения, чистого результата, созревания, да искренне отпечатки всех загрязнений, пройдив ум, устремление к священному бодхи, украшенной преданностью. И вот сразу после этих строк начинается основная часть этой обширной садханы. Идет приглашение в поле заслуг, подношение, простирание. И простирание здесь тоже прописывается отдельно. И как раз вот в этом фрагменте посвященном простираниям, здесь тоже есть такой некоторый иносказательный язык. В частности, вот, позволю опять же себе зачитать, простираюсь перед пятью семействами Будды, чья суть, форма, чувства, развлечения, составное и сознание, а также перед шестью аятанами и шестью органами чувств. И далее. У нас опять начинают перечисляться существительные, например, земля, вода, огонь, ветер и пространство. И дальше написано с природы Бодхисаттвы обширной. Ну вот, опять же, согласно объяснению Дагябаримпоче, вот эти существительные, они указывают на определенных божеств. В данном случае, земля, это у нас лача на земле, вода, это мамаки воды, огонь, это пандеравасинья огня, ветер, это тара ветра, пространство, это манджушри пространство. И вот эта строчка с природы Бодхисаттвы обширной мы можем перевести как нераздельных с природой Бодхисаттвы обширной мудрости в жрадаре. Ну или как-то что-то в этом духе. Вот таким образом вот в этом тексте таких мест на самом деле довольно-таки много. Так, заканчивается, да, уже хорошо. Так, буквально еще хотя бы тогда минутка. Ну, собственно, это довольно-таки обширный текст. На тибетском он занимает где-то около 60 страниц. В русском переводе наверное приблизительно в два раза больше, 120 страниц. И вот та идея, которая у нас возникла, в каком виде издать этот текст, мы решили издать его не просто в виде перевода, а в таком виде, чтобы этот текст был удобен именно вот для тех людей, которые будут практиковать эту тантру. Поэтому было решено сделать не только перевод, но и опубликовать именно оригинал на тибетском параллельно и сделать еще транслитерацию, которая была как раз набрана моим коллегой Данилом. Кроме того, этот текст будет снабжен многочисленными иллюстрациями, танками, которые украшают один из монастырей Гухья-самаджи, который посвящен исключительно Гухья-самаджи. И вот в этом монастыре очень подробно описана, представлена вся мандала Гухья-самаджи, которая как раз помогает лучше представить все те визуализации, которые описываются в этом тексте. Ну и, соответственно, и которые более подробно рассмотрены в комментарии Гухья-самаджи. И я думаю, что Михаил завтра, может быть, как раз более подробно раскроет эту тему. Ну и в заключение я решусь зачитать маленький фрагмент из последних строф устремления Гухья-самаджи. Пусть очистится землепробуждение, да смогу реализовать истинный метод проявления трех тел смерти, как Тхармакая, Бардо, как Самбхагакая, рождение, как Нирманакая. В силу поэтапного порождения в потоке сознания высшей ваджры, правильной практики, да смогу завершить йогу подготовки стадии зарождения, очищающую обыденные видимости и привязанности рождения, смерти и Бардо. Опираюсь на мантру, янтру, тхьяну и субстанции, да смогу достичь снискав восемь великих ситхи, утвердившись в практике трех видов поведения и завершив обширные деяния умиротворения и других активностей, да смогу реализовать глубинный путь пяти стадий и шести разделов собирания божеств, тхьяны, управление ветрами, удержание, памятование и самадхи, да преуспею в трех видах высшего поведения, концептуального, неконцептуального и лишенного всяких концепций поведения мудрости, если же и во время смерти не достигнув самадхи высшей реализации этой жизни и бордо, да смогу смешать четыре пустоты пути и четыре пустоты стадий смерти основы, пребывая в бордо, да смогу осуществить смешение самадхи и иллюзии, принимая рождение, подобно порождению Нирманакай и Самхавыкай, да смогу явиться на свет осознанно и в лучшем из мест, в общем, что бы ни предстало, смерть, рождение или бордо, да смогу привнести на путь проявление этих трех, в силу памятования добродетелей и постижения наставлений, да пребудет мой ум в блаженстве переживания смерти, практикуя должным образом, да завершу этот удивительный путь безо всяких препятствий, да распространится это учение повсюду и на все времена, процветая благоденствую, да освободит оно всех скитальцев искусным методом этой практики. Большое спасибо. Я прошу прощения. Может быть, я немножко увлеклась? Продолжение следует...